Слава Господу! Итак, мы начинаем. Продолжаем разговор о судах. На прошлом уроке мы начали этот разговор. И на прошлом уроке мы с вами разобрали два таких вопроса. Кто является судьей и какие суды описаны в Библии. Ну, мы понимаем, что судью является Бог. Об этом говорит Библия. И мы с вами увидели такую картинку последовательности того, кто же все-таки является судьей. Библия называет Бога судьей. Потом мы видим, что Бог-Отец отдал суд в руки сыну. А сын отдал в руки чему? Слову Божьему, которое оно будет нас судить в последний день. То есть, как это понимают? Все-таки, мы все равно придем к Богу и лицом срекемся с Богом. Ну, чтобы это было проще понять и восприять, мы понимаем, что Бог, мы говорили, что Бог, он судья праведный, но он и любящий любящий Отец. И как эти два понятия соединить воедино, хотя, вроде, казалось бы, нельзя, можно. Бог, как любящий Отец, он не хочет смерти грешников, он не хочет нашей смерти. И поэтому он делает все возможное, чтобы это предотвратить. Я даю самое дароценное, самое даровое своего единородного Сына Иисуса Христа, который приходит в этот мир и в Евангелии Иоанна. Значит, он назван кем? Как живое Слово, да? То есть, Иисус, Он пришел как живое. Ну, есть написанное Слово Божие, да? То есть, которое любит объект. А Иисус, Он был живым Слово. То есть, сначала было Слово, Слово было Бога и Слово было Бога. Это об Иисусе Христе. Вот. И Он пришел, чтобы донести до людей благую вещь, чтобы люди не могли покаяться, сделать правильные выводы. И от решения ихнего на земле зависит уже их судьба в вечности. Он говорит, что слово, которое я вам говорил, оно будет вас судить. То есть, потому что Он прошел не как судья, а как спаситель, да? То есть, и оно будет вас судить, но суд он все равно будет. И когда мы придем уже на суд туда, когда приходишь уже в вечности Божьему по столу, да, то Бог, он как любящий отец, он не хочет смерти, но как судья правильный, он просто констатирует факт выбора человека при жизни. Аминь. то есть, мы понимаем, да, кто судья и почему Библия делает такую как бы последнюю цепочку того, конкретно, кто является судьей. мы здесь напомнили, да, здесь Бог не просто так и смотрит, ага, кого же там загнать в ад, да, то есть, ну, во-первых, он любит всех нас и сделал все возможно, чтобы мы приняли правильное решение жизни на этой земле. Аминь. Также мы с вами увидели, значит, какие суды описываны в Библии, да, какие-то два суда, ну, два вида суда. Суды во времени, то есть, исторические суды и суд вечный, да, то есть, в чем их разница? Суды во времени, они направлены на покаяние людей, да, то есть, чтобы люди, они могли сделать правильные выводы еще и могли еще покаяться и спастись. А суд вечный, это уже что, окончательный приговор местонахождение человека вечности. Уже не подлежит уже будет никакой больше апелляции, да, во времени они дают возможность, чтобы человек уже не пришел на суд. И вечно это уже окончательный приговор. И вот сегодня мы будем с вами разбираться конкретно, значит, мы должны с вами еще рассмотреть один суд, во времени, которого еще не было, вот, и этот суд, он будет в конце времен над Израилем, период великой скорби. И суды вечные, это три суда, которых описывает Библия. Первый, давайте мы запишем, там у вас сразу будем записывать. Первое, над христианами, суд над христианами, второй суд над язычниками, и в кавычках, то есть неевреями, неевреями. И третий суд над мертвыми, над мертвыми. В кавычках те, кто умерли ранее, те, кто умерли ранее. То есть мы должны понимать, что будет три категории вечного суда. Это над христианами, над нами, которые живы будем на тот момент, которые умрут, они мы говорим, что воскреснут день пришествия, вот, но все равно мы будем представлены на суде Христова. Второй суд над язычниками, то есть неевреями, которые останутся живы на тот момент, когда суд производился, то есть над живыми. И третья категория уже над мертвыми, то есть теми людьми, которые умерли ранее. То есть будет воскресение, последнее воскресение, и они все равно станут пред Божьим судом тех людей, которые умели ранее. Итак, давайте мы будем разбираться по порядку. Суд над Израилем. Ну, допишите, если у вас суд над Израилем, напишите просто дальше в период Впериод Великой Скорби. Нет, 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 мы не там пишем. Возле заголовка, да? Да, рядом с заголовком. Впериод Великой Скорби. тут как бы оно в уроке не отпечатано, но это важно, чтобы мы понимали, когда же это будет. Впериод Великой Скорби. Впериод Великой Скорби. И изучая Библию, мы можем увидеть два очень важных принципа в отношении благословения и, скажем так, наказания Божьего народа. То есть на протяжении истории мы видим, что Бог постоянно то благословлял, то наказывал Израиль. И вот важно понимать эти принципы. Они нам поможут уже понять ту картину, которая будет происходить в конце времен. Итак, первый принцип записываем. Во-первых, пишем Бог всегда благословляет Израиль напрямую, а язычников через Израиль. А язычников через Израиль. А язычников через Израиль. на данный момент над христианами, над язычниками и евреями мы кто? Мы христиане. Мы христиане. Мы прибитые. Мы не евреи, но мы прибитые. Мы христиане. Христиане. Мы те, которые уверовали Иисуса Христа и мы те, которые идем после дам тем, которым проложил Иисус Христос над землей. мы христиане. Мы христиане. А вот это можно отнести к язычникам. Например, к русскому можно отнести условно приотвечения. Конечно. Конечно. Ну давайте, мы остановимся на каждой категории. Сейчас мы будем говорить, вы же не забегайте наперед. Давайте разберемся сначала с судом над Израилем. Итак, два принципа мы должны понять, чтобы потом нам было все ясней. Во-первых, Бог всегда благословляет Израиль напрямую записали, да? А язычников через Израиль. А язычников через Израиль. Ну, сразу можно провести пример, да? Мы понимаем, что Бог благословил свой народ по плоти, по крови, да? Особыми дарованиями. Это очень умный народ, да? Это очень изобретательный народ. они хитрые, они такие, такие. Ну, потому что без Бога как бы эти дары работают, да? Но немножко уже в другую сторону для себя, да? А вообще Бог их наделил. Говорят, что возьмите, допустим, там даже в Советском Союзе было, кто научные деятели? Евреи, кто композиторы, кто музыканты? Евреи, 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 да? И через вот это благословение, да, что Бог их благословил, были благословены и язычники, и мы, да? И музыкой, и научными открытиями, там, и всем, 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 всем. Ну, это такой пример, правда. Примеры может быть много, там, из Ветхого Совета. Дальше, второй принцип давайте мы рассмотрим. Во-вторых, во-вторых, Бог всегда наказывает Израиля, Бог всегда наказывает Израиль через язычников, через язычников, а язычников напрямую, через язычников, а язычников напрямую, напрямую, язычников напрямую, Язычников на Преомангию. Давайте мы посмотрим на историю израильского народа. Израиль поднатолкнул Богом. Впал все дела погонства. Бог был подверг нападению языческих народов. Израиль, как и иудеи, они были рабочими и рассеяны по всей земле. Наказание Божьего народа было совершено через языческие народы. Даже не далеко. Возьмем Великую Отечественную войну. Через языческие народы. Через Германию. Антисмитов во всех странах. Народ страдал. Бог проявлял свои суды. И до этого времени. Написано, что языческие народы Он наказывает напрямую. Он вмешивался. Когда народ каялся. Сам Бог вмешивался. И друг друга начинали молотить. Даже без вмешательства Израиля. Начинали перебивать. И тому подобное. Первый принцип. Это когда Бог благословляет Израиль напрямую. А через Израиль. И все народы языческие. Это второй принцип. Когда Бог наказывает Израиль. Свой народ через язычников. А язычников наказывает напрямую. Вот это два принципа, которые мы должны понимать. Хорошо. И что же происходит в конце времен. Очень много местописаний наши слушаем. Иеремия 30 глава 3 стих. Ибо вот наступают дни. Говорит Господь. Когда я возвращу из преднарод мой. Израиля. И Иуду. Говорит Господь. И приведу их опять в ту землю. Которую дал отцам. Их. И они будут владеть ею. Ну мы видели. Да. Что. В 20 веке такое. Началось. Все низкое движение. Да. То есть по возвращению. Евреев. На историческую родину. Вот. И вот в конце концов. Уже. В 49 году. Она произошла. Уже. Рождался. Как Израиль. Именно она. Обитованная Богом. Земля. А 2000 лет до этого. То есть. Израиль. Иудея. Они были. Ура. Семьи. Да. Вот вопрос. Мы видим исполнение этого пророчества. В наше время. Да. Конечно. Видим. Да. Возвращает свой народ. На землю. Обитованную. Да. Бог возвращает свой народ. На землю. Обитованную. 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 Записали. И дальше. Что же говорит Иеремия. Уже. Четвертый стих. И вот те слова. Которые сказал Господь об Израиле и Иудеи. Почему говорится об Израиле и об Иудеи. Потому что на время рассеивания было два народа. Да. Да. Израиль и Иудея. То есть. Израиль он раскололся на два А. А где разделились Израиль и Иудеи? Ну. После смерти Соломона. Когда Соломон умер. То есть. При Соломоне еще было одно царство. Когда Соломон умер. На трону стал его сын Раваам. Который начал жесткую политику против народа. Народ попросил, чтобы он там как-то смягчил свои отношения. Он сказал, что отец там брал с вас оброк. Я его увеличу. Наказывал бичами. А я буду наказывать вас скорпионами. То есть. Плетни с крючками. Которые вырывают. Вот. И тогда. Десять колен. Израиля они взяли и отошли от Раваама. Вот. И образовалась отдельная. Оставался Израиль социалистов Самары. А в Раваама осталось всего лишь два колена. Это Иуда, с которого сам он. И Лениамина, меньшего сына Иакова. Вот. И. Получилось отдельное царство Иудея. То есть. По большему количеству. По главенству колена. То есть. Иудея. Со столицей в Иерусалиме. То есть. Получилось два отдельных царства. Ну. Потом. Вначале. Исчез. Израиль взял с колен. Иудея там еще кто-то держалась. Потому что. Еще был храм. Как-то они еще там. Больше времени поклонялись Богу. А потом. Пали в язык. Лопатнуться. То есть. И. Иудея. Иудея. Как... Как Царство. Это. Говорится. Об Израиле. И. Иудея. Нимается ввиду. А двух царств. Это. Вот те слова. Которые сказал. Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь. Голос смертения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина, почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах и лица у всех бледные. Вопрос, мирно ли живет сейчас Израиль? Почему держат они руки на чреслах? Ну, я думаю, что скорее всего здесь имеется в виду на чреслах носили пояс с оружием, да? И когда ты держишь руки на чреслах, это в готовности, в готовности сражаться. Ну, насколько я понимаю, насколько я понимаю, что военно обязанные сейчас в Израиле, да, они держат все свое оружие дома. они не сдают там ее, где-то там оно хранится, то есть они держат свое оружие дома и у них форма находится дома. И только по первому этому сразу они одевают форму, берут там в себя сейфы оружия и идут как бы уже в постоянной готовности сражаться, потому что ну, постоянно идет давление и тут у нас такой вопрос же стоит. Мирно ли живет сейчас Израиль? Нет, не мирно, да? Особенно мы сейчас видим в этот момент, как там уступилась обстановка в Израиле, да? Напишем Нет, не мирно. Нет, не мирно. И мы видим, что с каждым годом тучи над Израилем сгущаются, но еще не пришло то время, которое описано в этом месте Писания. Израиль, как нация, переживет опасное и тяжелое время. Самое тяжелое из всего того, что они пережили раньше. И просто допишите, не спешите, первое, допишите, допишите, что это будет за время. Время великой скорби. Время великой скорби. Время великой скорби. Время великой скорби. Ну, я просто хочу остановиться еще на том месте, специально, его здесь нету в уроке, ну, чтобы мы понимали более ясно картину, да, то есть о каком времени говорится и фитомесопсонит, но я его сейчас открою. А это у нас говорится Матфея 2 счета глава 20 с 15 стиха. Запишите Матфея 24 с 15 стиха. Здесь говорится Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающей да разумеет. Разумеем ли мы о чем здесь говорится? Место запущения, о которой говорил пророк Даниил, стоящий на святом месте. А это не что иное, когда антихрист он воссядет в храме и объявит себя Богом. То есть по пророчествам Даниила и книги Откровения что перед предшествием Иисуса Христа будет предшествие Антихриста так называемого мирового правителя. И его востребует само сообщество. Я думаю что сегодня уже эти предпосылки есть. Мы видим что творится в мире. И сам народ говорит наведите порядок чтобы во всем мире пускай один брать а то Путин хочет то Байден хочет то использует этого короче дайте чтобы один был правитель чтобы на земле люди могли жить мирно то есть мир он должен настребовать этого мирового правителя и он придет написано что будет 7 лет его правление этого мирового правителя он себя еще не будет проявлять как антихрист первых 3,5 года 7 лет он наведет мировой порядок жизнь под девизом мир и безопасность а вот вторая половина 7 лет будет в Библии как названа времен великой скорби очень тяжелое время которого не было за всю историю существования земли время великой скорби это тот суд во времени который Бог будет производить именно над Израилем над своим народом по плоти чтобы Израиль мог покаяться и вот что здесь говорится давайте дальше прочтем и так когда уитимир запущение пророка Данила стоящий на том месте читающий разумеет значит это когда уже восядет значит в храме антихрист объявит себя Богом и начнутся как бы репрессии истребления евреев тогда находящиеся в Иудее добегут в горы то есть я так понимаю что евреям даже некуда будет деваться потому что везде бежать за границу бессмысленно им нужно бежать только будет написано в горы и кто накролит тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего а кто на поле тот да не обращается назад взять одежду своей горе же беременным и питающимся за сами эти дни молитесь чтобы не случилось бедство вашей зимою или в субботу ибо ибо тогда будет великая скорбь какой не было от начала мира до ныне и не будет если бы не сократились те дни то не спаслась бы никакая плоть но ради избранных сократятся те дни то есть чем это все закончится как сократятся эти дни через полдные года тогда если кто скажет вам вот здесь Христос то есть дьявол будет знать что Христос пойдет да он будет посылать лживые всякие выходите вот уже Христос прошел значит если бы не сократить то есть тогда если кто скажет вот здесь Христос или там не верьте ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса чтобы пролезать если возможно и избранных вот я наперед сказал вам и так если скажет вам вот он в пустыне не выходите вот он в потаенных комнатах не верьте ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада так будет предшествие сына человеческого ибо где будет труп там соберутся орлы и вдруг после скорби дней тех то есть после велитой скорби после истечения три с половиной года царствования антихриста солнце померкнет и луна не даст света своего и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются тогда явится знамение сына человеческого на небе и тогда расплачут все племена земные и весь сына человеческого грядущего на облаках небесных силою и славой великой и пошлет ангелов своих трубой ромогласно и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их то есть великая скорбь время великой скорби то есть суд над Израилем последнего времени он завершится тем что будет второе происшествие Иисуса Христа да и люди которые останутся в живых они что они будут восхищены то есть Иисус он просто скомпирует то есть люди которые останутся в живых восхищены евреи на этот момент они уже покаятся покаятся и уже не просто будут евреи они будут уже христианами они будут восхищены в встретении на небесах вот ну вот такая картина то есть о чем мы с вами говорим то есть о каком времени и о каком суде и дальше мы можем уже посмотреть Еремию чтобы понятно было что о чем писал Еремия вот это 30 глава 7 стих о горе велик тот день не было подобного ему это бесстанное время для Иакова но он будет спасен от него это имеется ввиду вот это вот время второй половины семилетнего правления антихиста время великой скорби о которой говорит Библия и будет тот день говорит Господь Савок сокрашу и рамой его которая на вы твоей и узы твои разорву и не будет уже служить чужие зем сам то есть вот с этого времени с этого времени когда Господь придет то есть уже значит Израиль никогда не будет наказан и не будет уже находиться в рабстве других народов вот здесь мы видим что в этих тяжелых обстоятельствах Бог защитит свой народ сам Господь мешается и выспит против чужих земцев языческих врагов Израиля и спасет Израиль от них и дальше Еремя 30 глав 9 стих но будут служить Господу Богу своему и Давиду царю своему которого я восстановлю им Израиль будет восстановлено на троне Давида под верховным правлением самого Господа Иисуса Христа но этот суд во времени будет произведен для того чтобы Божий народ покаялся а также чтобы были удалены от него темятежники которые не принимают господство Иисуса Христа и так давайте мы разберемся этот суд он направлен на покаяние чтобы народ Божий Израиль по плоти он смог покаяться мы видим что на протяжении истории постоянно за то что они отворачивались Бог подвергал чужеземцам они порабощали народ каялся он их обратно благословлял возвращал опять значит впадали в благословица и Бог их рассеял и 2000 лет они были без собственной земли значит Божье наказание потом Бог благословляет они возвращаются в землю обетованную в этом году прозвращают царство Израиль но к Богу особо не спешат да то есть Бог особо не спешат и конечно Бог он трудится там уже много мессианских общин там все там чтобы привести их к покаянию ну там даже не без как бы не мерзкие мышления а там даже еще плюс тому что религия иудаизма еще как бы есть противление тому чтобы принять Христа там как бы проще мне кажется привести к Богу обычного человека чем Иудея пропитана как бы вот этой религией и поэтому Бог обещает что в конце времен он все-таки произойдет суд над Израилем в последнее время который направлен на покаяние для того чтобы они покаялись и будет такое бедственное время о котором писал еще Иеремия о котором сказано уже в Новом Завете Матфея Иисус говорит да вот это три с половиной года они будут подвержены таким тяжелым последствием вот но в конце концов сам Бог Он мешает Иисус Он придет вернется на землю второй раз мы видим как это будет происходить да вот ну я думаю что покаяние у Израиля произойдет уже скорее всего посредством и тех мессианских общин которые там будут да которые проповедовали все-таки слово оно там где-то оседало они будут понимать они уже покаясят не обязательно пройти куда-то выйти на сцену там и то есть пока не происходит это в сердце человека да вот ну естественно что не все покаяются да то есть те которые покаяются понятно и Иисус при своем возвращении они будут просто восхищены да не все остаться в живых люди покаяются могут умереть да и мы знаем что при втором возвращении будет воскресение мертвых да то есть умершие во христе они восхищены в могиле они будут уже восхищены в новых телах те которые остаются живые на этот момент тела их во мнение око преобразятся тоже в новых телах они будут восхищены то же самое и израилем покаяются останутся в живых кто покаялся умер воскреснут и все они будут восхищены значит на встречу с Христом но ведь не все могут и покаяться правильно и тут так и говорится в Библии значит но этот суд во времени будет произведен для того чтобы Божий народ покаялся а также чтобы были удалены от него те мятежники которые не принимают господство Иисуса Христа Иезеки 20 глава 37 стиха и проведу вас под жезлом и веду вас в узы завета и выделю из вас мятежников и непокорных мне и земли пребывания их выведу их но в землю Израилеву они не войдут и узнайте что я Господь фраза проведу вас под жезлом относится к тому как пастух индивидуально проверяет каждую из своих овец прежде чем пустить их в стадо в результате этого процесса все мятежники будут удалены из Израиля и оставшись вступит новый завет с Господом новый завет в Иисусе Христе ну хочу вам как бы показать что тут написано что Израиль сконцарства вновь будет восстановлен на троне Давида под верховным правлением самого Господа Иисуса Христа это говорится о чем это говорится о земном царстве то есть Иисус когда второй раз вернется будет пришествие Христа вот и он вернется на землю то есть его ноги они станут там на Сионе то есть в Израиле вот и там еще будет тысячелетнее правление Иисуса Христа то есть тысячелетнее царство на троне Давида вот и тысячелет Иисус будет еще править в Израиле и вот все которые ну то есть куда голова туда мы говорили и тело да то есть все воскреснут все сарцы живые пойдут на встречу Христу и вместе с ним все возразятся опять на землю да логически это ну не понять да такое количество людей за всю историю которые жили да и как они могут поместиться в этом Израиле там логически много споров идет на эту тему много учений что все-таки царство не будет на земле она будет все-таки на небе да но все-таки мы складяемся к тому что это будет на земле тысячи лет царства и значит Иисус он вернется и останется на земле тысячи лет для земного правления но в это царство в это царство не все войдут вот и здесь написано значит когда он проведет значит жезлом то есть отделит этих ну тех которые покаяться примут завет вот тех которые будут противиться значит те войдут царство а те не войдут значит Рименом 11.25 ибо не хочу оставить вас братья в неведении о тайне сей чтобы вы не мечтали о себе что ожесточение произошло в Израиле от счастья до времени пока войдет полное число язычников и так весь Израиль спасется как написано идет от Сиона избавитель и отвратить нечестие от Иакова и все завет им от меня когда сниму с них грехи их как видим из этого местописания весь Израиль спасется и все завет им от меня говорит Господь говорит о том что Израиль на Вечный суд не приходит после того как Израиль пройдет через огонь великой скорби и снова примирится с Богом через Иса Христа Богу уже не нужно будет больше судить их ему нужно будет судить только языческие народы оставшиеся в живых на земле в конце великой скорби то есть смотрите ну сейчас говорят что весь Израиль спасется все покаятся но не все покаятся то есть раньше мы читали местописание что Бог пройдет жезл и отделит мятежников то есть тех которые не покаятся а выражение весь Израиль спасется это за то что уже Израиль как ну отдельная нация он на суд вечный он уже не попадет то есть для них уже больше не будет суда это будет уже последний суд для них и будет суд во времени то есть и они уже войдут в 16-летние царства будут находиться вместе со Христом а те которых он отделит они уже будут как кто как язычники то есть они будут относя уже категории язычниками до которыми еще будет производиться божий суд израиль израиль спасется то есть больше суда над израилем производится не будет как на народ над народом то есть бог не наказывает не будет требоваться никакого ответа они уже ходят вместе с господом и начинают уже тысячи лет царства с ним те которые мятежники те которые не покарались они не войдут и останутся в живых вместе с языческими народами над которыми будет производиться уже отдельный суд аминь аминь хорошо отдельный суд мы пока делаем паузу да что отдельный суд еще будет над языческими народами которые останутся в живых на этот момент да когда Иисус значит покаяться израиль он его отделит заберет себе переведет значит в заседание царства то есть остаются у нас еще языческие народы люди неверующие живые не мертвые живые но мертвые потом будут живые да и вот Израиль который не покажется он будет причтен вот этой группировке группировки неверующих живых язычников которые еще живы на данный момент истории наметни ставим паузу ну чтобы идти по порядку да значит судный престол Христа первыми будут судимы христиане то есть когда Иисус еще будет там на облаках все его будут видеть когда он грядет да вот в втором прождестве будет восхищение церкви да мы еще дожидаем правильно да все которые христиане живые здесь на земле они сразу будут волнение ока преображения то стела их будут изменены из вот этих вот наших физических немощных тленных да преображения тленные и мы будем восхищены то есть один будет праться другой не праться отташеваться да кто действительно христиан верующий он заберется из постели либо гибр из постели и на поле будет работать он заберется да вот те христиане которые не дожили физически умерли могилы раскроются они все воскреснут и уже в новых делах то же самое Иисус их заберет туда на небо на встречу с собой вот те евреи которые покаялись в котором уже был суд во времени они тоже уже стали христианами они тоже туда уходят вот те евреи которые покаялись и по каким-то причинам умерли дожили они воскресают они тоже туда ко Христу в встретение они в боль на небеса и вот что же происходит там в небесах в встретении за Христом а происходит вот что суд на Христов Христов первыми будут судимы Христиане значит и как тут написано в уроке сейчас мы поговорим о том что волнует нас верующие более всего о суде над христианами ну потому что говорят что все христиане на суд не приходят потом мы попадем в место что оказывается что христиане будут судимы так приходят что не приходят будут судимы что не будут судимы давайте будем разбираться во первых я уже не пропускал чтобы писать уже я понимаю что это занимает времени просто читаем во первых этот суд будет предшествовать суду над язычниками и суду над мертвыми ну я сказал да прежде чем сделать паузу над язычниками которые живые остались значит будет вот этот суд потому что Иисус еще не спустил на землю а уже будет восхищение церкви и воскресение первое воскресение мертвых во вторых мы будем судимы не так как они то есть суд будет над нами но не так как над другими народами да и как же это будет происходить 1 Петра 4.17 ибо время начаться суду с Дома Божия если же прежде с нас начнется то какой конец не покорящимся Евангелию Божию то есть написано с кого Бог начнет свой суд с нас с христиан с нас с христиан также и апостол Павел подтверждает то что верующие в Иисуса Христа будут судимы ну это значит временам 14 10 стиха а ты что осуждаешь брата твоего или ты что унижаешь брата твоего все мы пристанем на суд Христов ибо написано живу я говорит Господь предо мной преклонится всякое колено и всякий язык будет исповедовать Бога и так каждый из нас даст из нас за себя даст отчет Богу то есть за кого придется давать отчет нам за себя да не за плохую там должна была плохая или дура причина поэтому я так каждый будет отвечать за себя не за жену не за кого другого только за себя да каждый из нас получит воздаяние за то доброе и худое что мы делали при жизни и так 2 Коринфян 5 глава 10 стиха ибо всем нам должно явиться предсудилища Христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое но также мы знаем я уже говорил что Иисус говорил что-то нечто другое тут мы приходим на суд а в Иоанна 5 24 сказано истинно истинно говорю вам слушающий слово мое и верующий пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти в жизнь как же быть как мы можем связать эти два местописания тут нам надо будет все равно на суд идти здесь мы на суд не приходим даже в конце концов приходим еще раз я просто прослушала не знаю куда мне пойти красиво или богато да и вот для того чтобы понять нам как это может быть мы должны понять значение самого слова суд который употребляется в этом месте писания на суд не приходит но зрительство оригинала давайте мы запишем там пропущенная буква суд тире суд тире решение решение приговор осуждение суждение суждение то есть в реческом аргинале значение суд имеет значение решение приговор осуждение и суждение суждение если если смотреть как бы в таком свете на это место писания то получается что значит если мы заменим слово суд значит то мы можем говорить что истинно истинно говорю вам слушающий слово мое и верующий пославший меня имеет жизнь вечную и за приговором осуждением он не приходит но перешел от смерти в жизнь то есть получается что ну на суд мы попадаем но не за приговором и не за осуждением да значит то есть суд он будет но мы на суд придем не за приговором и не за осуждением зачем же мы придем на этот суд и вот первая корызма 3 глава 11 стиха зачем же мы приходим на этот суд здесь написано ибо никто не может положить другого основания кроме положенного которое есть Иисус Христос строит ли кто на этом основании из золота серебра здраценных камней дерева сена соломы каждого дела обнаружится ибо день покажет потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого каково оно есть у кого дело которое он строил устоит тот получит награду а у кого дело сгорит тот потерпит урон впрочем сам спасется но как бы из огня о чем здесь говорится о нас о христианах то есть мы строим свою жизнь на одном основании это Иисус Христос но в жизни каждого из нас могут быть что ну разные дела скажем так разные плоды разные плоды нашей веры да ну скажем так да кто-то там согласно своих дарований схватился как бы и пошел за Богом начал возрастать быстро духовно вот начал подоносить там где-то там уже и начал новую церковь стал пастором да потом сеть церкви открыл да вот и скажем так это уже действительно как бы такие явные плоды веры и своего призвания человека в жизни строящего свой дом на именно основании которой есть Иисус Христос да но есть же и другие христиане да мы не будем там как-то там ниже-ниже мы скажем так есть такие христиане которые тут он сегодня покаялся завтра пошел уже внутрь побил опять покаялся да потом запил не бог им дает милость там опять там или рэп-центр там или это как бы вот мы говорим что важную сейчас в переходе как бы в вечность играет и состояние души человека в переходе вешен да в каком состоянии человек упадет в каком он останется лежать да в каком состоянии если человек на момент своего перехода вешен покаяться он спасен потому что он действительно значит на основании веры Христа он завершил свою жизнь и он спас даст ли шанс на этого действия даст ли бог шанс как бы так спасти я просто провожу пример он спас а как бы из огня но в жизни у него там особых дел особых плодов как бы его жизни по вере не осталось да то есть как бы нечем нечем и попались да и вот как бы все эти люди они будут восхищены навстречу с Господом значит нас уделивающего Христова и вот что же там будет происходить объясняю здесь говорится о правильном основании и этим основанием является Иисус Христос но так же говорится о том что на этом основании будут постройки что является этими постройками это дело каждого кто придет на суд запишем это дело каждого это дело каждого кто придет на суд дело каждого кто придет на суд записали да и на чем здесь описан суд над душами или над делами над делами да то есть как бы мы сказали что душа в каком состоянии она перешла в вечность то есть если душа она покаялась да дел не оставила на земле но она уходит Господу то есть этот суд будет производиться уже не над душами то есть души они уже вечно покоятся потому что они перешли в жизнь на основании веры Иисуса Христа а вот суд над делами он будет и что же это даст ну как бы это суд он дает да мы видим что здесь описаны разные материалы от драгоценных до простых и эти материалы по разному переносят испытания огнем те дела которые перестанут перенесут испытания огнем построены из драгоценных материалов их не может быть много но те которые сгорят сделаны из того что есть в большом количестве также мы можем взять вывод что для Бога важнее качество а не количество если даже все сгорит то Христианин не погибнет потому что перешел из смерти в жизнь просто он останется без нарады впрочем сад спасется но так как бы из огня а те у кого дело устоит в огне 1 Корица 3 глава каждый получит свою награду по своему груду то есть получается что мы на суд Христов приходим зачем за нарадами не за приговором уже вечного места пребывания то есть наше пребывание в вечности да потому что если мы сделали при жизни свой выбор да и состояние души она это подтвердила при переходе в вечность да то мы уже будем вечно покоиться уже с Господа куда Господь туда и мы вот но так как плоды разные дела разные да то Бог еще будет раздавать какие-то там награды какие награды я не знаю в Библии написано увидим доживем увидим какие будут награды то есть мы должны понять да что Библия говорит о том что мы на суд приходим о том что мы не приходим мы должны понять что мы все придем и станем предосудивающим Христовым да каждый за себя дадим ответ и мы придем уже не за приговором а просто придем для получения наград аминь аминь